Дорогие друзья, давайте начинать у нас на часах. Половина седьмого. Спасибо всем, кто пришел после рабочего дня, но все-таки добрался. Здравствуйте, дорогие вебинаристы. Поставьте, пожалуйста, в чате плюсик, если вы меня слышите. Сейчас нам отвечают вебинаристы. Мы сейчас проверим, насколько нас слышат те, кто с нами присутствует виртуально. Их уже 46, и я вижу, как подсоединяются новые. И мы начинаем. Пока вебинаристы нам отвечают, несколько слов о том, что нас сегодня ждет. Поскольку тема о трендах контента в социальных сетях в новом году очень обширна, и за полтора часа можно рассказать только основные моменты, я предлагаю сделать следующим образом. Как вы, наверное, прочитали из анонса нашего семинара, я еще обещала поделиться одной из глав моей книги. И после нашего семинара в течение в районе трех-пяти дней, с учетом праздников надвигающихся и выходных, вам обязательно на почту придет рассылка, где будет запись семинара. Семинара, скорее всего, наши ребята уже, мои коллеги, успеют это сделать, обработать эту запись и выложить ее, вариант послушать еще раз. А что касается моего обещанного текста, он будет обязательно в формате PDF с ссылкой на скачивание, либо прикрепленным файлом. Мы подумаем, как лучше, но он обязательно вам придет. Так, ну что ж, мы тогда начинаем наш семинар после такой мини-организационной паузы. И начинаем его, наверное, со слайда, что будет дальше. Итак, несколько слов обо мне. Меня зовут Вологина Ольга. Я с 2006 года работаю в сфере digital, или как сейчас говорят, в сфере интернета. Я работала в рекламных агентствах, в Media Arts Group, если вы знаете такое рекламное агентство, оно входит в пятерку российского рекламного рынка. Потом на стороне клиента много писала. У меня почти 150 публикаций в различных журналах, посвященных маркетингу, рекламе и рекламе в интернет. И в том числе в мою копилку я добавила, что я автор и фактически один из разработчиков, единственного пока в Рунете специализированного портала о поиске работы в медиаиндустрии, в том числе и в диджитал-профессиях. Это портал Media Jobs. В качестве картинок, иллюстраций, бренды, с которыми я работала в интернете и в том числе, конечно, в социальных сетях. Итак, перед вами статистика, собранная в январе 2018 года у более чем тысяч компаний, которым задавали один и тот же вопрос, насколько СММ эффективен для вашего бизнеса. На одной из картинок, получается, на правой вы видите вопрос компании, инвестирующие в рекламу, отвечали, что он очень эффективен и показатель достаточно высокий. Компании, не инвестирующие в рекламу, говорили, тем не менее, что СММ тоже очень эффективен, поэтому идея о том, что развивать СММ можно и без бюджета, все-таки продолжает жить на рынке и даже, как вы видите, пользуется не только популярностью среди работодателей, но и имеет положительный эффект. Люди понимают, что да, это действительно работает. На вопрос, как вы ориентируетесь при измерении ROI рекламы в соцсетях, скажите, пожалуйста, знаете ли вы, как измеряется ROI? Давайте так. И как измеряется ROI в соцсетях? Тогда я ставлю себе, услышав такой замечательный ответ, что пока еще нет, я ставлю себе плюсик к тому, что тема интересна, и такая тема должна тоже прозвучать в рассылке, которую вы получите. Что такое ROI и как его меряется? Если говорить совсем на пальцах, то ROI – это показатель эффективности, финальной эффективности, когда вы взяли все затраты, все инвестиции, как это говорится на более современном языке, вычли их из полученного дохода и получили какой же эффект, какой же эффект дает СММ. По, опять же, опросам 2018 года максимальное количество, что мерили по соцсетям – это процент вовлеченности. Скажу вам по секрету, что изначально, наверное, в году 2016 и 2017, в конце, до середины 2017 года, главный показатель был измерение пользы от СММ – это лиды или продажи. То есть лиды – это промежуточная такая версия, которая потом отдавалась в отдел продаж, и продажники уже дальше работали с собранными лидами. Либо продажи напрямую, потому что, как видите, 17% говорили лиды – важно, продажи – 15%, если сложить вместе, то это все равно все показатели, которые связаны уже с какими-то финальными деньгами. Мы вкладываем в СММ столько-то, мы хотим получить от него столько-то, и это все в числовом выражении не процентном, а бумажном, в финансовом эквиваленте. То в 2018 году, как вы видите, на первый уровень выходит именно вовлеченность, что говорит для нас, для СММщиков, об очень хорошем сдвиге, в сторону, что бренды, с точки зрения даже коммерческой, возвращаются к соцсетям, как они были изначально для чего предназначены? Для общения между людьми. И показатель вовлеченности, как показатель, насколько пользователи реагируют на то, что постят им бренды, становится действительно важным. Не сколько мы можем выжать из соцсетей денег, а насколько мы в наших соцсетях выращиваем нашу лояльную аудиторию. Потому что, в общем-то, под это и заточено максимальное количество СММ-механизмов. Не под сбор лидов, а вот как раз под выращивание той мягкой, доброй, пушистой целевой аудитории. Или наоборот, злой и зубастой, которая обязательно скажет, если что-то не получается, она сразу напишет, ребята, что-то у вас не то. И такой вот моментальный фидбэк в этом смысле для компании подчас тоже ведь очень важен. В качестве примера я могу рассказать вам про то, как относятся показатели вовлеченности сами соцсети. Вот, в частности, первая история от разработчиков самого ВКонтакте, которые в соцсети имеют внутреннее сообщество, в котором проверяют разработки в пилотном варианте. Например, в данном сообществе состоит сейчас около 300 тысяч человек. И разработчики ВКонтакте, когда вводили такую вещь, как эмодзи, вы, наверное, знаете, что это такое, разработчики ВКонтакте начали разрабатывать эмодзи с так называемых показателей рук. Они разработали жест, который мы называем лайк, то есть это палец вверх и сжатый кулак, вот лайк. Они разработали указующий перст, как мы его называем, вот левый, правый перст, правый перст указующий и знак Виктори тоже. Вот четыре знака, с которых они начали делать эмодзи. Отдел разработки выложил эти четыре эмодзи в это сообщество и задал вопрос. Ребята, мы разрабатываем новые вещи. Скажите, как вам из 300 тысяч человек аудитории, которая лояльна бренду, в качестве комментария, нормально, ненормально, нравится, не нравится, и комментарии о том, какого цвета должны быть эти руки, какого размера, за первые два часа им ответило более 3000 человек. Говоря профессиональным маркетинговым термином, это называется Customer Development, или если вы будете гуглить и смотреть ролики на Ютубе, это называется КАЗДЕВ. Это обратная связь от потребителя на этапе разработки программного продукта. И после того, как разработчики получили такой отзыв, они внедрили комментарии, которые посчитали грамотными, и разрабатывали уже следующие эмоции. И это не единственный пример, когда разработчики ВКонтакте общаются со своими потребителями и говорят, ребята, мы делаем новую идею, как вам, вот вам пример, она еще не доработана, мы хотим обратной связи. Подобную же вовлеченность может делать, в принципе, любой бренд, который говорит, мы сделали вот такую вещь, например, в конце 2017 года огромный концерн, который выпускает продукты питания, в частности, линейку «Сокодобрый». Наверняка вы так или иначе встречали его в магазине. Выпускает линейку «Сокодобрый» в новом дизайне. Если мы говорим про показатель вовлеченности, то мы, как СММщики, можем совершенно замечательно сделать красивую фотографию, пускай даже постановочную или не очень постановочную, новую линейку в новом дизайне, разместить это в нашей соцсети и спросить, дорогие друзья, как вам, мы сделали это для вас, и получить обратную связь. И после обратной связи уже принимать решение, если говорить на примере ВКонтакте, да, КАСДЭФ, который делал. Пользователям понравился новый дизайн, отлично, мы делаем не только два «Сока» в линейке, но и меняем всю линейку. Пользователям не понравилось, они высказали свои комментарии, мы посмотрели, как маркетологи, комментарии, ну, как СММщики передали маркетологам, все вместе посмотрели комментарии и внедрили дальше. И вот на подобной механике соцсети работают восхитительно, они работают быстро, они работают очень честно, потому что в соцсетях люди, как правило, не слишком сдерживаются, а пишут как есть и как думают. Немножко теории. Зачем, в принципе, нужен контент-маркетинг, о котором мы сегодня говорим? Я написала пять причин, зачем он нужен точно для СММа. Это очевидная польза, потому что мы образовываем нашего потребителя. Это наш инфостиль, то есть как мы с нашим потребителем разговариваем. Элементарный пример – на «ты» или на «вы». Мы пишем сложно сочиненными предложениями или мы задаем вопрос в молодежном стиле. Мы можем позволить себе спросить наших потребителей, ну, как, ребята, вам норм? Или мы обязательно скажем, будем благодарны, если вы нам напишите в ответ. И в инфостиль, конечно, входит не только текст, но и графика, как мы рисуем, и индивидуальный дизайн, если мы оформляем картинки, например, брендируя логотипом. Третье – это экспертность. Когда мы, как СММ, пишем от имени бренда или от имени человека, который хочет сделать себе так называемый личный бренд в соцсетях, то мы так или иначе, но выражаем наше экспертное мнение. Это может быть как серьезная статья с цифрами, краткая выжимка из аналитики, так и комментарий по какому-то очень незначительному поводу. Но, тем не менее, мы всегда можем сказать, вот мы в этом процессе разбираемся, и поэтому мы скажем так. И обратный процесс. Мы скажем так, потому что мы в этом процессе разбираемся, и мы имеем право так говорить. Например, если компания занимается туризмом и организовывает туристические походы, она пишет микротекст о том, какие лучше брать рюкзаки в поход. Она выражает свое экспертное мнение. Мы ходим в походы уже два года, мы вводим регулярно группы в походы, мы регулярно обидим у туристов, какие есть форматы рюкзаков, поэтому мы скажем так. Вот это, вот это, вот это, вот это, это хороший рюкзак. А все остальное, ребята, подумайте, стоит ли вам брать. Но компания говорит с точки зрения своего экспертного опыта. Третье – это SEO-оптимизация. SEO-оптимизация постов в социальных сетях – это отдельная совершенно тема разговора, но если говорить совсем кратко, это очень здорово работает. SEO-оптимизация работает с двух сторон, если так совсем коротко и совсем на пальцах. Работают все оптимизированные статьи, которые связываются с возможностью лайкнуть, поделиться с друзьями или оставить комментарии через личные профили в соцсетях на сайтах. В качестве примера можно замечательно пойти на сайт РБК, который отлично занимается всей оптимизацией статей внутри портала, и посмотреть, как они это делают. С другой стороны, и Яндекс, и Гугл, как ведущие поисковики Рунета, обсчитывают социальные сети, выводя соцсети бренда фактически на первую страницу результата выдачи. Особенно если вы забиваете название бренда в поисковике. Выйдет корпоративный сайт, как правило. Если это торговля, чем-либо, скорее всего, выйдут ссылки на интернет-магазины, на Яндекс.Маркет, если особенно, если это крупный медиамагнат, гигант, продаж, там, Эльдорадо. И потом обязательно на первую страницу выйдут ссылки на профили в соцсетях. И, конечно, сам текст, который вы пишете в соцсети, вот в этом маленьком посте, который 300, ну максимум 450 знаков, если мы берем формат Фейсбука, или 200, если мы берем формат ВКонтакте, потому что все остальное проваливается после крикабельной строчки еще или далее, то даже вот в таком формате микрозаметки SEO-оптимизация работает. И если вы ставите, как по правилам SEO-оптимизации делается в самом начале фразы, нужные ключевые слова, оно работает вам на SEO-оптимизацию вашего сайта. Это я так кратко рассказываю те 4 часа, которые мы обычно рассказываем про SEO на курсе по СММ. Ну это прямо совсем так. Квинтэссенция. И, конечно, регулярность напоминания. Билл Гейтс в очень далеком 93-м году сказал, что если вас нет в интернете, вас нет в бизнесе. Мы можем немножко перефразировать эту фразу, говоря про то, что если вас нет в соцсетях, вам, скорее всего, пользователи про вас знают гораздо меньше, чем хотелось бы. Потому что по статистике того же 2018 года у нас 114 миллионов пользователей интернета, и число растет примерно на 45-50 тысяч в год. Ну, так сказать, все, кто хотел войти в интернет, вошли, а все остальное – естественный прирост населения. Молодежь подрастает и уходит в соцсети. Поэтому взрывной рост замедлился, но остался. И люди больше уже используют. И вот из 114 миллионов потребления интернета, если брать вот среднюю температуру по стране, включая далекие села и одинокие города в тайге и в тундре, почти 7,6 миллионов – это люди, которые сидят в соцсетях. Приближается к 2-третьям. Понятно, что люди размазаны по соцсетям. Кто-то предпочитает ВКонтакте, кто-то любит Одноклассники, кто-то в Инстаграм, кто-то в Фейсбук, а кто-то Мой мир. Есть люди, которые сидят в нескольких соцсетях, потому что в Одноклассниках у него друзья, в Фейсбуке у него еще там увлечения, в Инстаграме у него еще что-то, и в Фейсбуке у него бизнес. Но тем не менее 7,6 миллионов – и это та аудитория, которая платежеспособная, взрослая и для бизнеса более чем интересная. Поэтому регулярность напоминания о себе, как факт, что ребята, мы есть, вы нас увидите не только на сайте, мы гораздо ближе к вам, мы прямо вот в вашей соцсети. Это, конечно, важно. Золотое правило контента, с которым вы встретитесь в интернете, звучит следующим образом. Это такой вот замечательный маркетинговый блин контентной стратегии, который работал до 2007 года и в 2018 будет работать, но с небольшой поправкой. О том, что по содержанию 100% контента вашего бренда в соцсетях он должен делиться на 4 группы. 40% – это вовлекающий контент, 25% – обучающий, но имеется в виду, что вы обучаете пользователя использовать ваш бренд правильно. 30% – это брендированный контент, это могут быть интервью с президентом компании, новости компании, информация о выходе новых продуктов и так далее. и 5% рекламной акций, скидки и прочее. И в 2018 году он, в принципе, не поменяется, за исключением того, что изменится само содержание. Вот в какую сторону оно будет меняться. Во-первых, как модно говорить теперь, UGC-контент – это контент, который генерирует пользователи. User-generated content. Пользователи и раньше генерировали контент, скажем честно. То есть ничего нового здесь не появилось. Другой вопрос, что важность этого контента сильно увеличилась. Я вам выписала три блока, на которые этот контент можно разбить. Первый – это отзывы, обзоры, отчеты и сравнения. Вы наверняка встречались с историями, когда пользователи пишут отзывы. Они пишут их в соцсетях, они пишут их на страничке вашей компании, на форумах, на сайте, если вы еще застали сайты с форумами, где можно было написать отзывы о товаре. Сейчас они делают их в формате лайв-трансляции, выкладывают ролики в Ютубе, особенно этим любят заниматься молодежь, под названием «Я купил себе новую приставку, сейчас, ребята, я покажу, как это работает». И дальше человек включает камеру и показывает, как работает его новая приставка. В ассортименте вы увидите на Ютубе обзоры у школьников, которые «Я купил себе новый набор лего, и вот сейчас я покажу вам, ребята, что это такое». И минут на 20 подробно рассказывается, что это за продукт. Я, конечно, немножко там сутрировалась с примерами, потому что наверняка вы не занимаетесь раскруткой канала «Ребенка». Но если вы берете бренд, который можно потрогать, пощупать и как-то использовать, и этот бренд не связан никак с услугами, то делать видеообзор, как отзыв пользователя, вы наверняка с этим столкнетесь. Это можете делать вы сами со стороны компании. У нас вышла новая линейка товара, но, например, вот сейчас у вас наверняка есть мобильный телефон. И наверняка есть ручка, тетрадка, и вы делаете обзор о том, как вы используете первый бренд – это телефон, второй бренд – это ручка, и третий бренд – это тетрадка. Просто делайте это в видеоформате или это пишите в текстовом формате. Но, тем не менее, люди пишут, пишут много, и наблюдать за этими отзывами, а главное – и наблюдать, как говорится, ладно, если у вас все положительные отзывы, называется «Вам повезло, у вас все прекрасно». Но, как показывает практика, люди больше любят ругать, чем хвалить. И, скорее всего, если вы заходите в интернет, вы видите отзывы больше отрицательные, чем положительные. О том, как работать с отрицательными отзывами, можно рассказывать отдельный семинар, и даже не семинар. Другой вопрос, что с ними обязательно надо работать. И в SMM-компаниях, где вам пишут прямо на страницу бренда, если хотите посмотреть, зайдите на страницу «Яндекс.Такси». Как пример прекрасной работы с отзывами, которые пишутся прямо на страницу бренда. Быстро, четко, по существу отрабатывается. Второе, что касается UGC-контента, это дискуссии, конкурсы и опросы. Это уже контент, который вы вызываете на себя. Вы организуете конкурс в сетях, вы проводите опрос, наверняка вы знаете, как там во ВКонтакте, нажимаешь форму «Опрос», и там, пожалуйста, можно все очень быстро сделать. В Фейсбуке есть формат, когда можно делать опросы, когда у вас сообщество, и формат, когда опросы делать нельзя, когда у вас бизнес-страница. Но в бизнес-странице тоже обходит эту ситуацию, они устраивают опросы через Google Form и так или иначе, но собирают опросы от потребителей. Идея проведения конкурсов и опросов очень не нова. И в этом смысле мы в 2018 году не открываем ничего нового. Мы просто подтверждаем, что это есть, это продолжает развиваться, это продолжает быть популярным, потому что пользователю несложно сделать один клик. Как вы относитесь к тому, что большинство ноутбуков делаются черного цвета? Хорошо, плохо, у меня ноутбук, цвета другого мне не важно. Один клик – это же так просто. Раз, два, три. И люди любят проходить опросы. А вам с точки зрения СММа опросы можно делать очень, в этом смысле, пользоваться этим инструментом как очень нестандартной формой. И возвращаясь к разговору с потребителем о новых товарах или о старых товарах, вы можете замечательно задавать им вопросы. Мы сделали вот это, вот это. Кто использовал, скажите ваше мнение. Понравилось, не понравилось, напишите отдельно в комментариях, что и как. Третье, что касается UGC-контента 2018 года, это видео, статьи и фото. Смартфон стал замечательной идеей, когда сам пользователь может сделать видео, написать текст и сделать фотографию, сразу выложить его в соцсети. Если вы ездите на метро, то наверняка видели руки, которые в час пик поднимаются, делают фотографии особенно заполненных станций, а потом постят это у себя на страничке и на страничке метро и пишут комментарии, как вот сейчас это все происходит. Самое сложное в UGC-контенте – это то, что он очень непредсказуем. Потому что что скажут пользователи про нас, это называется «ткнул пальцем в небо и попал» – неизвестно. Поэтому сейчас существуют целые платформы, которые пытаются починить себе UGC-контент и направить его, так сказать, на благо общества. В качестве старого примера, который, не скажу, что умер, но, в общем, и не живее всех живых, наверное, знаете, это платформы блогов. Самый популярный из них – это LiveJournal или ЖЖ. Сами пользователи размещают контент, комментируют контент самих пользователей, общаются, делают ссылки. И многие ходят туда за обзорами, тем более, что формат больших статей замечательно обсчитывается поисковиками. С точки зрения SEO, блоги – это прямо находка. Другой формат, который вы видите сейчас на экране, это сайт VCRU. И наверняка вы про него слышали. Сайт VCRU сделан по принципу соработы редакторов и потребителей. Потребители пишут статьи, отправляют на площадку с просьбой пройти модерацию. Модераторы портала обрабатывают статьи и следят за качеством материалов, которые присылаются. Скажу честно, что следят достаточно хорошо, но не жестоко. Поэтому статей выходит много на очень разные темы. А дальше сами потребители уже смотрят, комментируют. А модераторы VCRU выводят в топ те статьи, которые набирают большее количество того, о чем мы рассказывали несколько минут назад. Вовлеченности. Проще говоря, чем интереснее статья потребителю, тем выше она будет на портале. Люди очень стараются писать хорошо, потому что это интересно, это почетно, это престижно. И быть в топе на VCRU считается сейчас очень достойным уровнем для копирайтера. Вот, собственно говоря, я прислала вам, разместила слайд как раз того самого VCRU. Вопрос о том, кому подходит работа с UCG-контентом, ответ очень простой – всем. Потому что чем бы ни занималась ваша компания, потребительский контент – это очень интересная история. Даже говоря о том, что оттуда можно вытащить массу инсайтов для ваших рекламных кампаний, для идей ваших будущих постов и для вашего отдела маркетинга, на чем стоит сосредоточиться, на что стоит обратить внимание. Сейчас перед вами цифры статистики. Насколько влияет UCG на покупку, по вашему мнению, те же самые тысячи компаний, с которых собиралась аналитика в январе. С левой стороны вы видите, в каких системах люди готовы использовать UCG-контент. Но в данном случае нас интересуют соцсети. Поэтому компании, например, по данной статистике, можно сказать, что 100 компаний из тысячи, то есть 10% ответили, что UCG-контент очень влияет на покупку, если мы размещаем его в наших соцсетях. Соответственно, 16% сильно влияет, 19% в некоторой степени и так далее. Преимущества и недостатки ECG-контента, потому что без этого никак. Преимущества, давайте вкратце еще раз проговорим, это обратная связь от потребителей, доверие аудитории к продукту, охват новых пользователей и вирусный эффект. Не всегда, как вы понимаете, бывает вирусный эффект, но в большинстве своем бывает. Потому что если потребитель снимает ролик о том, как он купил какую-нибудь большую, например, купил новый велосипед, и он включает камеру и говорит, ребята, я сейчас еду по парку в новом велосипеде, рассказываю, как здесь что работает. И он подробно описывает, как работают тормоза, как держит дорогу шины, сколько у него скоростей, как он переключается, как работают тормотизаторы, когда он наезжает на корни и так далее. То, скорее всего, его друзья либо смотрят это сразу, либо он пришлет эту ссылку друзьям с фразой, ребята, посмотрите, я тут снял обзор, как вам. И это первый запуск так называемой виральной волны. То же самое, то, что я вам сейчас рассказала, относится и к охвату новых пользователей. Один человек купил велосипед, а все его друзья посмотрели его трансляцию, как он на этом велосипеде ездит по парку и рассказывает о новом товаре. Для вас это бесплатный плюс к рекламной кампании, которую вы получаете просто так, но еще при этом в либо положительном аспекте, если человеку нравится, и он восторженно рассказывает, как у него хорошо получается, но либо в отрицательном, и здесь опять же с этим надо работать. И недостатки. То, о чем я только что говорила, тяжело контролировать качество, перенасыщенность рынка. Скажите, пожалуйста, наверняка вы в курсе, что все проводят конкурсы в соцсетях, все проводят опросы, все просят оставьте нам отзыв, и поскольку, как я уже говорила, люди больше любят ругать, чем хвалить, то за положительный отзыв иногда даже что-то обещают пользователю взамен. Как, например, недавно, месяца два назад, проходила в Бургер Кинг акция «Ты нам отзыв, а мы тебе скидку». Но только оставь нам отзыв, напиши его, нам очень его не хватает. Они не говорили, какой отзыв они хотят, положительный или отрицательный, они писали просто «Ты нам отзыв, а мы тебе скидку». Наверняка, надеюсь, на положительный. То, как я рассказывала вам о портале ВСРУ, когда идет со-работа, вот это «согенерейтед», если вы будете читать статьи про этот процесс, то вы встретитесь именно с этим термином «согенерейтед», требуется очень много времени. Потому что, если вы, например, делаете помимо СММ корпоративный блог и там статьи от экспертов отрасли, то эти статьи нужно вычитывать, эти статьи надо проверять, эти статьи надо контролировать, модерировать, контролировать комментарии и уже в последнюю очередь постить в соцсетях выжимки из статьи, чтобы звать потребителей к вам на сайт, читать и совершать дальнейшие действия, которые вам нужны по сайту. Но это, конечно, отдельная работа и она требует много времени. И у такого контента нет прямой связи с монетизацией. Вообще от слова совсем нет. Пользователь написал, он написал это, потому что он хотел. И это, в принципе, не монетизируется никак. Если только вы не будете это, если только вы не будете привязывать охватность, потому что UCG контент отлично считает охват. Сколько людей узнало о вас благодаря вот этому, вот этому и вот этому. А уже охват, в принципе, можно как-то совмещать с монетизацией, но ни в коем случае без привязки. Вторая история, с которой хочется поговорить в 2018 году, это лонгриды. Лонгрид изначально термин, который обозначал любой текст, который длиннее заметки. В принципе. То есть все, что больше 500 знаков, то лонгрид. Впервые термин появился в проекте Snowfall 2012 года, Нью-Йорк Таймс. Snowfall – это история про лыжников, которые застряли в ловушке под ловиной в Вашингтоне, ну, в штате Вашингтон, в горах. В истории был текст, фотографии, видео, интерактивные графики и очень много материала. Я сейчас кликну по ссылке и попробую показать вам, как это выглядело. Одну секундочку. Вот мы с Вами переходим на Snowfall. Это начало лонгрид. Ребята застряли под ловиной. Вы видите снег, который покрывает горы и о том, что мы спасаем из-под ловины ребят. Вот это самое начало лонгриды. С точки зрения СММщика это ГИФ. Как Вы понимаете, картинка в ГИФовой версии, которая потом, если мы уходим дальше по лонгриду, секундочку, уходим дальше по лонгриду, дальше будет картинка с анимацией гор, как они ехали, которая снята благодаря спутникам. Дальше Вы сможете в там же лонгриде посмотреть биографию, фотографии всех лыжников, и как они прожили всю жизнь до того, как их засыпало. После этого лонгрид рассказывает о том, как туда приехали спасатели и всех спасли. История закончилась замечательно. Но история, которая пишется долго, имеет картинки, анимацию, ссылки, это был такой вот прямо новый формат совершенно 12-го года, который в 18-м трансформировался вот в такой. Перед Вами формат ВКонтакта, который называется публикация. И он же есть в Фейсбуке. Когда Вы нажимаете на кнопочку публикация, это прямо вот в том посте, где Вы размещаете, в том же блоке, где Вы размещаете пост, снизу будет прикрепить картинку, прикрепить видео, узнаете, да, формат, прикрепить гиф, сделать опрос, поставить таймер, и в том числе сделать публикацию. Когда Вы нажимаете на публикацию, у Вас появляется формат, где можно сделать большой заголовок, текст, вставить в него картинку или видео, или гиф, и даже мини-редактор типа Варда. После этого у Вас появляется вот такой длинный лонгрид, который размещается в соцсетях. И мы еще раз говорим про то, что лонгриды замечательно SEO оптимизируются. Просто прекрасно. Потому что большой текст это фактически статья, которая закачана во Вконтакт. Но если Вы пишете короткую заметку и уводите потребителя к Вам на сайт, как в формате, например, вот предыдущей истории, написали и увели на сайт читать дальше, то в 2018 году, как, впрочем, и в 2017, люди не любят переходить на сторонние ссылки. Если уж я сижу в соцсети, я уже все там и читаю. Просто здесь теперь я могу читать и длинные, и большие статьи. Формат новый. Ни Facebook, ни Вконтакте их не пессимизирует. Что еще? Отдельный плюсик, как любой новый формат. Он хорошо обсчитывается и хорошо выходит в результатах выдачи лент. И умные ленты Facebook, и сейчас уже, назовем честно, умные ленты Вконтакте. И если вы слышали про такое ранжирование, как система Прометей во Вконтакте, слышали? Это система, которая через внутренние сервисы самой соцсети показывает, какой пост получает большую увлеченность. Сколько людей его посмотрело, лайкнуло, откомментировало за очень короткое время с момента написания. То есть, условно говоря, если вы пишете пост, который вашему потребителю интересен, то этот пост попадает ему в ленту, потребитель заходит к вам почитать, подписавшись на ваше обновление, ожидая, когда же вы напишете снова, лайкает, комментирует, и вы пишете очень интересный текст. И это значит, что ваш пост в система Прометей Вконтакте начинает выводить не только подписчикам вашей страницы, но и подписчикам, у которых схожий интерес, таким образом расширяя вам бесплатно охват. Система называется Прометей, можно зайти в группу Вконтакте и почитать, как она работает и что сделать, чтобы почаще попадать в эту систему и в принципе попадать. Итак, что нам делать, какие бывают у нас лонгриды? Лонгрид бывает репортажем, ну вот, собственно говоря, пример Snowfall, репортаж с места событий. Бывают реконструкции о том, что у нас было и как это было замечательно. Вот, пожалуйста, перед вами слайд, где лонгрид реконструкция. Как это было с человеком, который выбрался наконец-то из тропиков и рассказывает, что с ним происходило. И вариант интервью. Когда вы общаетесь с значимым человеком вашего рынка или со значимым человеком из вашей компании или с потребителями, это тоже будет формат интервью, но уже в варианте лонгрид. Так, преимущества. Популярность за счет информативности и формы подачи. Новый формат всем интересен. Все кликают, читают. Второе. Высокий шанс получить вирусный охват в СМИ, потому что если новый формат не пессимизируется, он хорошо выводится в результатах поиска. А это значит, что через официальные СМИ можно хорошо выходить в их уже соцсеть. И удобно для СМИ оптимизации за счет большого количества текста. Это не 300 знаков заметка, это хороший полноценный текст, там в полторы тысячи знаков. Почти как все оптимизированные статьи для сайта. И недостатки. Во-первых, высокие проценты показателей по уходу. По уходу это называется дочитка, то есть когда люди не дочитали до конца, прочитали, 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 сказали, господи, я устал читать и ушли. Потому что все-таки соцсети больше про краткий визуальный формат, чем про долгий текст. Второе, часто создаются журналистами, для журналистов они для людей, проще говоря, надо писать еще хорошо, чтобы было интересно читать. И лонгриды трудозатратны. Написать для соцсетей заметку в 300 знаков или полноценный интересный лонгрид в полторы тысячи, это совершенно разная категория текстов, разная категория времени, а результат плохо предсказуем. Потому что сколько людей дочитают до конца, это еще неизвестно. Третий наш тренд 2018 года это персонализация. я наверное не буду здесь оригинальной, когда спрошу, если я спрошу вас, если я вам скажу машина Тесла, вы мне скажете с кем она у вас ассоциируется, с каким человеком у вас ассоциируется, и вы мне скажете Илон Маск. Если я скажу банк Тинькофф, вы мне скажете Тинькофф. Если я скажу вам Сбербанк, скорее всего вы мне ответите Герман Греф. И идея, когда основатель компании или основатель бизнеса, или не основатель, а топ-менеджер и даже миддл-менеджер начинает писать о том, как происходит жизнь внутри его компании, в 2018 году набирает гораздо больше оборотов, чем это было в 2017. Чем идея общей открытости своему потенциальному покупателю, потребителю, я бы не сказала, что там подкупают. В соцсетях уже давно никто не подкупает. Люди циничные, привыкли ко многому. Но идея относительной искренности дает бренду большего позитива и большей лояльности от его изначальных потребителей, которые бы просто читали ленту новости компании, новости о бренде, вот как с этим брендом можно коммуницировать, вот что можно сделать благодаря этому бренду, вот официальное интервью с президентом в компании. И совершенно по-другому смотрится, когда сам президент на своей страничке или даже на страничке официальной соцсети бренда пишет. Я сегодня встречался с друзьями из соседней корпорации. Мы придумали вот такую общую идею. Надеемся, что она вам понравится, потому что она будет вот такая, вот такая и такая. И вы с этого получите вот это, вот это, вот это. Буду вам рассказывать, как мы будем ее внедрять. В качестве примера вы увидели на слайде две ссылки. Первая это Фейсбук Федора Овчинникова. Федор Овчинников основатель компании Дуду Пицца, который сейчас по стране в нашей стране и уже не только в нашей набирает активные обороты. Очень амбициозный молодой предприниматель наш с вами соотечественник, который у себя в Фейсбуке пишет с цифрами, с трендами, с идеями, что он делает, как он делает, с кем он встречается. И надо сказать, что подобный СММ дает очень хорошие результаты вовлеченности. Судя по официальной странице его компании, то есть у него есть официальная страница Дуду Пицца, и есть его личная, которые при этом пересекаются. То есть он делает посты, репосты, туда и сюда контент гуляет, и судя по тем цифрам, которые он опять же выкладывает у себя на странице, как растет его компания в цифрах с прибылью, с количеством потребителей, с количеством покупателей его пиццы в разных городах, тренд более чем положительный. Вторая картинка это картинка из Инстаграма Игоря Рыбакова. Игорь Рыбаков входит в топ наверное уже 100 российского Форкса, миллиардер, блогер, ведет собственный Инстаграм, имеет несколько благотворительных фондов и свою корпорацию, которая называется Технониколь, с которой он в далеких 90-х с другом начинал свой путь в бизнесе. И на своей страничке в Инстаграме он выкладывает, как вы видите, по значку и видеоформаты, где он рассказывает, как он живет, и пишет свои цитаты, и делает фотки, как он написал книгу и подписывает ее, и как он общается с людьми со схожего рынка и о чем, и про жену пишет, и про детей, и про собаку, и про бизнес, про все, про все, про все вместе, но только в формате Инстаграма. Совершенно другое, чем у Федора Овчинникова, абсолютно другое, чем у Илона Маска, Илон Маск тоже ведет свой Facebook, можно почитать, и там тоже пишет о личном и о работе. И персонализация крупных менеджеров, крупных, не только крупных, но и средних корпораций, это как раз тот тренд, который набирает обороты. Раньше мы говорили, что есть соцмедиа бренда и соцмедиа личности как бренд. Например, личная страничка популярного певца или популярного политика, или даже популярного фотографа, который делает себя как личность и продает себя прежде всего, а потом свои услуги. Вот в 2018 году эта идея слилась в итоге воедино, и персонализация личности и персонализация бренда соединилась воедино. Следующие тенденции это видеоформат. Я опять вам привожу результаты опроса, какого контента ваша компания планирует создавать больше. 85% говорят про видео, 68 про изображение и только 57 про текст. Немножко и кусочком стоит GIF и в последнюю версию стоит ауди, потому что аудиоформат это еще очень далеко от соц. Медиа. А почему видео? Потому что если мы говорим, что сначала интернет был текстовым, потом интернет стал картинточным, то сейчас люди стали больше потреблять видеоформатов, когда одновременно и текст, и картинка, и еще поговорят, и еще можно увидеть, и это все еще живут. Это зависит от фирмы, что вы считаете. Конечно. У меня на первом магазине надо показывать его качественные картинки в первую очередь. То есть люди на это изучают. В первую очередь картинки, да. Но если вы как интернет магазин, например, снимаете короткое видео, даже на телефон, вариант смартфона, снимаете короткое видео о том, как ваш товар, какие у вашего товара преимущества и просто его рассказывайте. Если вы мне скажете, что вы продаете, можете сказать? Аксессуар. Браслеты какие? Просто есть браслеты из, то есть не фитнес-браслеты, а браслеты из камня. Украшения. То можно показать, как браслет смотрится на руке, как он одевается, насколько он не рвется, когда он проходит через широкую часть руки, насколько он комфортно сидит, какие бывают камни. И вот такие короткие видео для вас тоже хороший формат. Фото, конечно, больше продают. Я не говорю, что вам нужно отказываться от фотографий. Конечно, если у вас на фото, благодаря фото продается, то не надо отказываться от той лошади, которая везет. формат видео, который наступает сейчас, это просто тот тренд, который есть. Можно снимать профессиональные видео, и это будет безумно дорого, с фотографами, студией, видеооператором и прочим. Можно снимать непрофессиональные видео, благодаря той самой камере, которая есть у вас в телефоне. И если вы разбавляете старый формат, который работает, это текстово-графические вещи, текст, картинка, и оно работает, новым форматом видео-вариантом, то вы просто получаете то, что видео набирает популярность, в соцсети за этим следят и это используют. Это означает, что если вы используете видео у себя в соцсети, то вас меньше пессимизируют на выдаче. Вас поднимают вверх, вас видит большее количество потребителей, которые на вас подписаны, и вы таким образом получаете увеличение охвата без того, чтобы вложить деньги за этот охват, чтобы не платить за подъем постов или не подъем... Да, вы получаете бесплатный охват, просто немножко больше, чем это было бы текст плюс картинка. А это, как говорится, лишним не бывает. Да. Выводы нашей сегодняшней встречи будут следующие. Во-первых, это YouTube. YouTube сейчас стал наиболее популярным источником информации для школьников. Для всех остальных, особенно если брать с точки зрения рекламы, маркетинга, это одна из соцсетей в том медиамиксе, который мы используем. Контекстная реклама, ТГБ, работа в соцсетях, баннерная реклама, и в том числе работа ВКонтакте, Facebook, Одноклассники, Instagram, YouTube. Но при этом в 2017 году был заметен очень высокий рост, число и качество каналов, которые делают контент не только для школьной и подростковой аудитории, но и побольше. Поэтому мы думаем, что в 2018 году тренд продолжится, и YouTube продолжит набирать обороты, и, скорее всего, выйдет на статус четвертой соцсети в России точно. Отдельная поправка, никакая соцсеть, ни ВКонтакте, ни Facebook, ни Одноклассники не любят, если вы делаете пост текста и даете ссылку на YouTube. Для них это конкурент. Поэтому, что касается ВКонтакта, то грамотнее будет взять ютубовский ролик, залить его ВКонтакт к себе на стену, сделать у себя на стене формат видео, так же, как вы делаете наверняка библиотеки с фотографиями, и давать ссылки на ролик, который загружен к вам. Потому что так он будет меньше пассимизироваться, чем если вы будете уводить в стороннюю соцсеть. То же самое касается Одноклассников. С Фейсбуком посложнее, потому что Фейсбук не дает возможности заливать видео так вот напрямую, как это делает ВКонтакте. Три кнопки нажала, и видео залилось. Поэтому, если это ваше видео собственное, то правильнее будет заливать его на Фейсбук отдельно и создавать там видео и на Ютуб отдельно. Второй тренд это мобайл. Мобильность у нас существует, существует очень активно. В Москве 84% населения заходит в интернет с мобильных устройств уже. Это даже не считая планшетов и десктопов. 84% только с мобильника. Поэтому смартфон становится, как мы уже говорили, замечательным инструментом, чтобы делать и видеообзоры, и фото делать, и размещать посты. И это все позволяет делать один и тот же телефончик. Поэтому когда вы делаете свои стены в соцсетях, обязательно смотрите, как они оптимизируются под мобильные устройства. Я не буду, наверное, нова сейчас сказать, что если вы делаете обложку в ВКонтакте или обложку в Фейсбуке, то на телефоне она обрезается. поэтому если вы делаете обложку, то вы берете длину ее, отрезаете в вашем, так сказать, в вашей голове в дизайне 200 пикселей по каждой стороне, 200 с одной стороны, 200 с другой стороны, и всю остальную информацию вы размещаете по центру. Она будет видна на мобильнике. 200 с одной и 200 с другой будет видна только на десктопе, поэтому там, конечно, не должно быть белого пространства, у вас есть для этого замечательные варианты дизайна, но никаких функциональных элементов, название магазина, преимущества, телефона, кнопочки подпишитесь на нас, если вы ставите ее на обложку, там быть не должно, потому что она просто будет отрезана на мобильнике в силу формата мобильных устройств. И это не единственный пункт, который надо учитывать с учетом мобильной верстки, когда вы делаете соцсеть, оформляете стену соцсети. Ну, просто обложка такой-то самый яркий пример. На самом первом, что ли? Да, такой вот верстки. Третье это UGC площадки. Это площадки, где пользователи делают контент для пользователей и там же его общаются и обсуждают. Тематические площадки оказались очень удобным местом для обмена опытов. Мы даже можем говорить про возрождение того самого Web 2.0, который был в начале 2000-х, когда было много форумов, и люди на форумах писали комментарии друг к другу и обсуждали. Просто теперь подобные форумы превратились в очень красивые варианты типа vc.ru либо крупный портал прикрепляет к себе форматы, где потребители могут сами оставлять и сами комментировать, сами оставлять тексты, сами комментировать свои фотографии, как, например, сайт Автору, который помимо официальной страницы запустил продать свою машину сам. И люди сами делают объявления и сами комментируют, и сами заполняют, и там роль модераторов минимально. Вплоть до сайтов, которые в принципе все отдали на откуп потребителям, сказав, ребята, вы сами здесь сами, вообще все, мы только следим за соблюдением законодательства. Я имею в виду, например, сайт Авита. Люди сами размещают, сами покупают, сами комментируют, модераторы следят за порядком, больше ничего. Ну, а как работать с контентом, который пользователи пишут, поливаю бренд грязью, это уже, как я говорила, отдельная история, как работать с негативом. Четвертая история, это лонгриды, или в инстаграме вы найдете это стори-формат, он называется в инстаграме, но это тот же самый лонгрид. Он набирает популярность во всех соцсетях, не пессимизируется, хорошо обсчитывается SEO, поэтому, как говорится, пишите, размещайте картинки, вставляйте туда видео, можно делать интервью, фактически у вас появилась медийная площадка внутри соцсети, микросайт в формате соцсетей, очень удобно. И персонализация бренда, когда бизнес открывается от лица первого лица или топ-менеджмента, и таким образом потребители могут разговаривать напрямую с владельцем, говоря, о боже мой, мне ответил сам директор, я вот ему написал в фейсбуке, а он мне сразу ответил, вот это фирма. Так что здесь прекрасная идея для лояльной аудитории, которую можно взращивать, холить, лелеять, и она вам ответит наверняка тем же хорошим и положительным вниманием. На этом я вам говорю спасибо вам большое за внимание и слушаю ваши вопросы. По итогам нашей встречи еще раз напомню, что вы получите обязательно письмо, где будет помимо обещанных текстов как считается, что такое рои и как оно считается в соцсетях. Потому что вопрос был и это еще неизвестно. рои это коэффициент, который измеряется чаще всего в процентах и, как правило, работает в варианте маркетинговых гипотез, когда вы проверяете эффективность той или иной рекламной кампании. Например, когда у вас есть товар один и товар два. Или нет, значит, у вас есть товар один, и вы по этому товару запускаете рекламную кампанию с первым креативом, где пишете такой-то текст, какую-то картиночку. И там сто рублей положили, посмотрели, какой будет эффект кликов. Сколько люди посмотрят, сколько кликнут. И на тот же товар вторую рекламную кампанию, где тоже текст и картинка, но другая. и вы смотрите, какая из них лучше сработает. И вот так вы проверяете. Дальше вы смотрите в процентах, сколько, например, с первой картинки у вас было восемь кликов, и из них купила шесть наименований на сумму, там, на такую-то сумму. На, с другой картинки было десять кликов, они купили три именования, но на другую сумму. Какая из кампаний была выгоднее. И вы сравниваете количество вложенных денег, доход с каждого товара, у вас же есть себестоимость товара и та стоимость, за которой вы ее продаете, и расходы. Я понимаю, вот, похоже на CTR-одорогу, то есть дорога, коэффициент показа к переходу. CTR считает коэффициент показа к переходу. Это чисто маркетинговая вещь, и она очень правильная и нужная. А ROI считает, насколько у вас эффективно произошла рекламная кампания с точки зрения доходов, вот прям вот совсем уже денег. Да. Не просто цифры показов. То есть CTR – это маркетинг. А ROI – это уже про деньги. Там ближе к деньгам. на этом вопросе все. Я вам говорю огромное спасибо. С наступающим вас праздником, а вас с прошедшим, ну и, наверное, нас всех с весной. АПЛОДИСМЕНТЫ Субтитры создавал DimaTorzok